Послесловие С детства до зрелого возраста они росли, как и другие монголы-кочевники, но теперь они были хозяевами каждой своей части мира с его богатствами, о существовании которых они и не подозревали. Они были азиатами, выросшими среди варваров, но каждый из этой четверки имел в своем распоряжении мощную армию. В своих новых владениях они уже почувствовали вкус роскоши. «Мои потомки, — говорил Чингисхан, — будут носить расшитые золотом одежды, они будут вдоволь есть мясо и будут ездить на великолепных скакунах. Они будут ласкать молодых и прекрасных женщин, и они не будут задумываться над тем, благодаря чему они обладают всеми этими столь желанными вещами. Не было бы ничего более естественного, чем ожидать, что они рассорятся и начнут воевать друг с другом из-за наследства. Это было почти неизбежно после тех двух лет, особенно в отношении Джагатай, который был теперь старшим и, согласно монгольскому обычаю, мог претендовать на ханство. Но воля покойного завоевателя давляла над всеми. Дисциплина, установленная железной рукой, все еще сдерживала их от междоусобицы. Послушание, верность своим братьям и отсутствие ссор – это сама ядца. Много раз Чингисхан предостерегал их о том, что они лишатся своих владений и пропадут сами, если пойдут наперекор. Он понимал, что эту новую империю можно уберечь от распада только при подчинении всех власти одного человека. И он выбрал наследником не воинственного Тулуя или прямолинейного Джагатая, а великодушного и простого Угидея. Прекрасно зная своих сыновей, он сделал такой выбор. Джагатай никогда бы не подчинился Тулую самому младшему, а мастер ведения войны не смог бы долго выносить своего грубого старшего брата. Когда принцы собрались в Каракаруме, Тулуй Улук-Нойон, или величайший из благородных, снял с себя регенство, и Угидея попросили занять трон. Мастер совещаний отказывался, заявляя, что негоже его возвышать над дядями и старшим братом. Либо из-за упрямства Угидея, или потому что не благоприятствовали звезды, 40 дней прошли в неопределенности и тревоге. Затем архоны и старые воины подошли к Угидею и поговорили с ним негодующе. «Что ты делаешь? Сам хан выбрал тебя своим наследником!» Тулуй со своей стороны напомнил последние слова своего отца, а Елюй Чуцай, китайский мудрец и казначей, приложил все усилия для того, чтобы избежать возможной беды. Тулуй обеспокоенно спросил у этого министра и астролога, благоприятен ли нынешний день. «После того, как пройдет впустую этот день, сразу же ответил китайц, ни один из последующих не будет благоприятным». Он призвал Угидея не откладывать сесть на золотой трон на покрытом войлоком помосте, и пока новый император это делал, Елюй Чуцай встал сбоку и заговорил Джигатаем. «Ты старший», — сказал он, — «но ты подданный, будучи старшим, используй этот момент, чтобы первым преклониться перед троном». Поколебавшись к мгновению, Джигатай упал нить перед своим братом. Все военачальники и титулованные особы в павильоне собраний последовали его примеру, и Угидей был призван хаханом. Все собравшиеся вышли и повернули головы на юг, к солнцу, и вся масса людей в лагере сделала то же самое. Затем последовали дни празднеств. Сокровища, оставленные Чингисханом, богатства из чужих стран, были переданы другим монгольским принцам, военачальникам и воинам. Существует легенда о том, что 40 красивых молодых женщин в украшенных драгоценными камнями платьях, а также 45 чистокровных жеребцов, были связаны к захоронению Чингисхана и там преданы смерти. Угидей помиловал всех обвиненных в преступлениях со времени смерти его отца. Он правил, проявляя терпимость, что было не характерно для монголов в то время, и прислушивался к советам Елюй Чуцая, который трудился с героическим упорством, стараясь с одной стороны укрепить империю своих хозяев, а с другой удерживать монголов от дальнейшего истребления людей. Он осмелился выступить против грозного Субидея, в то время, когда этот архон, который вел вместе с Тулуем войну в землях царства Сун, вознамеривался перебить всех жителей крупного города. «Все эти годы в Китае, — возражал мудрый советник, — наши армии поддерживали свое существование благодаря урожаю зерна и богатствам этих людей. Если мы уничтожим людей, что нам даст голая земля?» Угидей уступил в этом вопросе, и жизни полутора миллионов человек, заполнивших город, были спасены. Именно Елюй Чуцай упорядочил норму сбора Дании. Одну голову домашнего скота с каждых ста человек у монголов и на определенную сумму серебра или шелка с каждой семьи в Китае. Он спорил с Угидеем по вопросу назначения грамотных китайцев в высшие учреждения казначейства и администрации. «Чтобы изготовить вазу, ты пользуешься услугами гончара. Чтобы вести книги и записи, следует использовать знающих людей». «Ну и что же, — возражал монгол, — тебе мешают их использовать». В то время как Угидей строил себе новый дворец, Елюй Чуцай основывал школы для юных монголов. 500 повозок отправлялись каждый день в Каракарум, теперь приобретший известность как Орду-Балик, город императорского двора. Эти повозки привозили продовольствие, зерно и драгоценности для кладовых и казначейств императора. Полмира держали ханы пустыни под своим правлением. В отличие от империи Александра, владения монгольского завоевателя оставались целыми и после его смерти. Он заставил монгольские племена подчиняться одному правителю. Он дал им строгий кодекс законов, примитивный, но хорошо согласующийся с преследуемой целью. А во время своего военного господства он заложил основы управления империей. В существовании этой задачи Елю Чуцай оказался бесценным помощником. Пожалуй, самым великим наследником, которое завоеватель оставил своим сыновьям, была монгольская армия. По его воле Угидей, Джагатай и Тулуй поделили основную Орду, его личную армию, как можно было бы ее назвать. Но система мобилизации, обучения и маневрирования в бою оставалась такой, какой ее создал Чингисхан. Кроме того, в лице Субидея и других полководцев-ветеранов, сыновья-завоеватели имели людей, абсолютно подходящих для выполнения задачи расширения империи. Он привил своим сыновьям и подданным идею о том, что монголам дано быть хозяевами мира. И он так уверенно сломил сопротивление самых сильных империй, что завершение этой работы было сравнительно простым делом для них и Субидея. Это можно было бы назвать очисткой территории после первого продвижения. В первые годы правления Угидея монгольский военачальник Джармаган разгромил Джалалиддина и покончил с ним навсегда. Он также объединил регионы к западу от Каспийского моря, такие как Армения. В то же самое время Субидея и Тулуй продвинулись далеко на юг от Хуанхэ и покорили оставшихся дзиньцев. В 1235 году Угидей собрал совет, результатом которого стала вторая большая волна монгольского завоевания. Бату-хан, первый хан Золотой Орды, был отправлен Субидеем на запад, к несчастью для Европы. Они дошли до Адриатики и ворот Вены. Другие армии вели боевые действия в Корее, Китай и Южной Персии. Эта волна завоеваний была остановлена из-за смерти Угидея в 1241 году. Субидей опять был отозван приказом, не учитывающим его цели в Европе. Десять последующих лет были наполнены конфликтными ситуациями, растущей враждой между домом Джагатая и Угидея, мимолетным появлением Куюка, который, возможно, имел отношение к нестарианским христианам. Управлял через христианских министров, одним из которых был сын Илью Чуцай, и воздвиг часовню напротив своей юрты. Затем правление перешло от дома Югидея к сыновьян Тулуя, Мангу и Хубилай-хану. И третья, самая крупная волна завоеваний, захлестнула мир. По лагу брат Хубилая с помощью Субидея вторгся в Месопотаме, взял Багдад и Дамаск, сломив навеки мощь халифатов, и вышел почти к самому Иерусалиму. Антиох, заселенный потомками христианских крестоносцев, подчинился монголам, которые продвинулись в Малую Азию, вплоть до Смирной, и им оставалось всего неделя пути до Константинополя. Почти в то же самое время Хубилай двинул свою флотилию на Японию и простер границы своей империи до Малайских княжеств и за Тибетом до Бенгалии. Его правление 1259-1294 годы было золотым веком монголов. Он управлял более обширной территорией, чем любой другой монгольский император или правитель. Он был первым, кто правил, поддерживая порядок мирными средствами. Великолепие его двора и пышность окружения значительно превосходили двор любого западного монарха. Хубилай отошел от обычаев своих предков, перенес свой двор в Китай и по образу жизни стал больше походить на китайца, чем на монгола. Он управлял, проявляя умеренность, и относился к своим подданным гуманно. Марко Поло дал яркое описание его двора, однако эти изменения были предвестником распада Центральной империи. Ильхан и Персий, потомки Хулагу, достигшие наибольшего могущества при Газанхане примерно в 1300 году, были слишком далеко от Хахана, чтобы поддерживать с ним связь. Кроме того, они довольно быстро стали мусульманами. Похожая ситуация была и с Золотой Ордой на Руси. Монголы Хубилай стали исповедовать буддизм. Войны на религиозной и политической почве вспыхивали после смерти этого внука Чингисхана. Монгольская империя постепенно растворилась в нескольких отдельных царствах. Около 1400 года тюркский завоеватель Тимур Лэнг Тамерлан воссоединил Центральную Азию и Персидские княжества и разгромил Золотую Орду, которую основал сын Джучи Батухан. До 1368 года монголы оставались хозяевами Китая, но только в 1555 году они потеряли свой последний оплот на Руси, потерпев поражение от Ивана Грозного. Вокруг Каспийского моря их потомки, узбеки, представляли значительную силу. В 1500 году они под предводительством Шайбани изгнали Бабура, потомка Чингисхана, получившего прозвище Тигр, в Индию, где он основал династию великих моголов. Была середина 18-го столетия и минуло 600 лет со дня рождения Чингисхана, прежде чем последние потомки завоевателя оставили свои рубежи. Затем на полуострове Индостан моголы уступили англичанам. Так первые посетившие Индию европейцы произносили слово «монголы». На востоке монголы сдались прославленному китайскому императору Цянь-Луну. В Крыму татарские ханы стали подданными Екатерины Великой в то же самое время, когда неудачливая орда Калмура или Торгута покинула свои пазмища на Волге и двинулась в длительный и полный опасности путь на восток, на свою прежнюю родину. Этот поход ярко обрисовал Дкэнси в своем труде «Бегство татарского племени». Взглянув на карту Азии середины XVIII века, мы увидим, что она отображает исход последних кочевых племен, потомков орды Чингисхана. На огромных пространствах между бурным озером Байкал и соленым Аральским морем, едва обозначенным на картах того времени, с нечетко отмеченным словом «татары» или называемые «татары» по горным хребтам срединного материка, кочевали они от летних пазмищ к зимним, жили в своих войлочных юртах и перегоняли свои стада. Эти кероиты, калмыки и монголы совершенно не подозревали о том, что по этим самым долинам когда-то Иоанн священник бежал навстречу своей гибели, а стяг Чингисхана из хвостов Яка во главе его войска наводил ужас на весь мир. Вот так и завершилась история Монгольской империи, растворившаяся в кочевых племенах, из которых когда-то вырвалась на свет Божий, а оставила после себя лишние многочисленных мирных кочевников-скотоводов там, где раньше двигались многотысячные войска. Короткое и грозное воцарение монгольских всадников прошло, как не бывало. Город в пустыне Карагарум, погребен под песчаными барханами. Могила Чингисхана заброшена где-то в лесу у одной из рек в тех краях, где он родился. Богатство, собранное им во время завоеваний, роздано людям, которые ему служили. Никакой надгробной плиты нет в месте захоронения Борте, жены его юности. Ни один грамотный монгол, его современник, не записал события его жизни в эпическую поэму. О его победах главным образом писали его враги. Настолько разрушительным было его воздействие на цивилизацию, что фактически для половины мира жизнь началась заново. Империя Китая, Иоанна Священника, Каракитаев, Хорезба и после его смерти багдадский халифат, Русь, а на какое-то время и польские княжества перестали существовать. Когда этот неукрозимый варвар завоевывал какую-то страну, все прочие войны там прекращались. Весь порядок вещей, хочешь не хочешь, менялся. И среди выживших после монгольского завоевания мир воцарялся на длительное время. Кровавая междоусобица великих князей Древней Руси, властителей Твери, Владимира и Суздаля, отошла на второй план перед более серьезной бедой. Все эти фигуры старого мира появляются перед нами лишь как тени. Империи рушились под лавиной монгольских орд, и монарки бежали навстречу своей смерти, объятой ужасом. Что бы происходило, если бы не было Чингисхана, никто не знает. А произошло то, что мир под властью монголов, так же, как и когда-то под властью римских императоров, дал возможность цивилизации сделать скачок на новую высоту. Происходило перемещение народов, или точнее тех, кто выжил. Мусульманская наука и ремесло продвинулись далеко на Дальний Восток. Мастерство китайцев и их искусство, администрирование были завезены на Запад. В прозоренных мусульманских регионах ученые и архитекторы переживали, если не золотой, то серебряный век под монгольскими ильханами. А в Китае XIII век отмечен расцветом литературы, особенно драматургии, триумфальное шествие которой приходится на период династии Юань. Политическое развитие в мире после ухода монгольских орд привело к вполне естественным, но довольно неожиданным результатам. Из руин погрязших в междоусобицах русских княжеств возникла империя Ивана Великого, а впервые объединенный под властью монголов Китай предстал в качестве единого государства. С приходом монголов и их врагов-мамлюков завершился длительный период походов крестоносцев. Во время монгольского господства христианские пилигримы имели возможность, не опасаясь за свою жизнь, совершить паломничество к гробу Господню, а мусульмане к храму Соломона. Впервые священники из Европы могли отважиться на поездку в Дальнюю Азию, что они и делали, понапрасну озираясь в надежде увидеть старого завоевателя с гор, который разгромил крестоносцев, империя Иоанна священника и Китай. Пожалуй, самым важным результатом этого вселенского перетряхивания народов был подрыв растущей мощи ислама. С уничтожением харизмийского войска перестала существовать и главная военная сила Магометан, а с падением Багдада и Бухары древняя культура имамов и халифов. Арабский язык перестал быть универсальным языком богословов в половине мира. Тюрки были оттеснены на запад, и один из тюркских родов, османов или атаманов, стал со временем властвовать в Константинополе. Вызванный из Тибета лама в красной шляпе, чтобы председательствовать на коронации Хубилая, принес из своих гор систему священного началия, принятую в Булхасе. Чингисхан, разрушитель, сломал барьеры Средних веков. Он проложил дороги. Европа познакомилась с искусством Китая. При дворе его сына армянский принц и персидские вельможи были на коротке с русскими князьями. Кардинальная перетасовка идей последовала за открытием дорог. Неистощимое любопытство относительно Дальней Азии не давало покоя европейцам. Вслед за Марко Поло фламандец Рубруквис Рубрук совершил путешествие в Камбалу, Ханбалы. Через два столетия Васка-да-Гама отправился в морские путешествия на поиски пути в Индию. Колумб плыл, чтобы достигнуть не берегов Америки, а земли Великого Хана. Примечания Расправы В этой книге не дается подробного описания ужасных во всей своей живописности картин смерти на пути, по которому следовали монгольские всадники. Кровавые расправы над целыми народами, обреченными на мучительную смерть, уже достаточно хорошо изображены в общих трудах по истории монголов, написанных европейцами, мусульманами и китайцами. Расправы над целыми народами, которые находятся на пути в Индию. Горные и морские преграды. Эта новая сила в истории способность одного человека изменить цивилизацию впервые появилась в лице Чингисхана и ушла вместе с его внуком Хубилаем, когда обозначился распад Монгольской империи. С тех пор она больше не появлялась. В этой книге не делаются попытки оправдать личность Чингисхана или же еще больше подчеркнуть кровавый характер его завоеваний. В ней учтен тот факт, что большая часть наших знаний о завоевателе основывается в прошлом на свидетельствах средневековых европейцев, персов и сирийцев, которым, как и китайцам, больше всего досталось в результате опустошительного нашествия монголов. Юлий Цезарь писал свои собственные мемуары о покорении галлов. И у Александра Македонского были свои Ариан и Квинтус Курциус. «Мы находим Чингисхане, когда мы видим в кругу его близких и приближенных правителя, который не казнил никого из своих сыновей, министров или генералов. И Джучи, и его брат Касар давали ему повод для проявления жестокости, и можно было бы ожидать, что он предат смерти монгольских военачальников, которые позволили одержать над собой верх. Послы разных племен и народов приходили к нему и возвращались целыми и невредимыми. Не обнаруживаем мы и свидетельств того, что он подвергал пыткам пленных, за исключением чрезвычайных обстоятельств. С воинственными и родственными племенами Кераитов, Уйгоров и Ляутун, железными людьми, он обходился мягко, так же, как и его потомки с армянами, грузинами и оставшимися в живых крестоносцами. Чингисхан тщательно оберегал то, что, по его мнению, приносило пользу ему и его людям. Все остальное уничтожалось. По мере того, как он все дальше уходил от родных мест и приходил в земли чужих цивилизаций, разрушения становились все масштабнее до почти полного уничтожения всего. Мы, живущие в современном обществе, начинаем понимать, почему это беспрецедентное уничтожение человеческих жизней и творений людей вызвало проклятие в его адрес со стороны мусульман, так же, как его невероятная гениальность нескала ему глубокое уважение у буддистов. Поскольку Чингисхан, в отличие от пророка Мухаммеда, развязал войну в мире не во имя своей религии и не ради личной славы или славы политика, как Александр и Наполеон, мы поставлены в тупик. Объяснение же этой загадки состоит в первобытной простоте монгольского характера. Он брал от мира все, что ему было нужно для своих сыновей и своих людей. Он делал это путем ведения войны, потому что других средств не знал. То, что ему было не нужно, он разрушал, так как не знал, что с этим делать. Законы Чингисхана Первое. Предписывается верить, что существует только один Бог, Создатель Небес и Земли, и только Он, Один, дарует жизнь и обрекает на смерть. Делает богатым или бедным, так, как Ему заблагорассудятся и имеют абсолютную власть над всем. Второе. Духовные лидеры, проповедники, монахи, посвятившие себя служению Богу, моедзийны мечетей, лекарей и те, кто обмывают тела умерших, освобождаются от налогов. Третье. Запрещается кому бы то ни было и карается смертной казнью провозглашение себя императором, если таковым его предварительно не избрали на общем совете принцей, ханы, военачальники и прочее знать. Четвертое. Запрещается вождям племен и народов, подчиняющихся монголам, носить возвеличивающие титулы. Пятое. Запрещается заключать какой-либо мир с неподчинившимся монархом, принцем или народом. Шестое. Принцип, согласно которому армия делится на десятки, сотни, тысячи и десятитысячные тумены, должен быть сохранен. Эта установка позволяет в короткое время собрать армию и сформировать подразделения во главе с их командирами. Седьмое. Как только наступает время кампании, каждый воин получает оружие из рук назначенного для этого командира. Воин должен содержать оружие в порядке и перед боем давать для проверки своему командиру. Восьмое. Запрещается и карается смертью мародерства в стане неприятеля прежде, чем на то будет дано разрешение главного командования. Но после того, как оно дано, рядовой воин имеет равное право с командиром и ему разрешается взять себе все, что ему удалось захватить, при условии, что он заплатил свою долю сборчику дани для императора. Девятое. Чтобы поддерживать боевую подготовку армии, каждую зиму надлежит устраивать большую охоту. По этой причине воспрещается кому бы то ни было убивать от марта до октября оленей, козлов, косуль, зайцев, диких ослов и некоторые виды птиц. Десятое. Запрещается перерезать горло животным, которых используют в пищу. Охотник должен каждого связать, разрезать грудину и вырвать руками сердце. Одиннадцатое. Разрешается пить кровь и есть внутренности животных, хотя раньше это делать запрещалось. Двенадцатое. Список привилегий и льгот, предоставляемых вождям и военачальникам новой империи. Тринадцатое. Каждый, кто не идет на войну, должен в течение определенного времени работать на империю бесплатно. Четырнадцатое. Уличенный в краже коня или уздечки или равноценной вещи наказывается смертной казнью, и его тело разрезается на две части. За более мелкую кражу наказание выносится в зависимости от ценности украденной вещи. 7, 17, 27 и до 700 палочных ударов. Но телесного наказания можно избежать, заплатив девятикратную стоимость украденной вещи. Пятнадцатое. Ни один подданный империи не может иметь монгола в качестве слуги или раба. Каждый, за редким исключением, должен служить в армии. Шестнадцатое. Чтобы не допустить бегства чужеземных рабов, запрещается укрывать их, давать пищу и одежду, что карается смертью. Семнадцатое. Закон о браке предписывает каждому обзавестись женой и запрещает брак между родственниками первой и второй степени родства. Мужчины могут взять жены двух сестер или иметь несколько наложниц. Женщины должны заботиться об имуществе, делать покупки и торговать так, как им хочется. Мужчины должны заниматься только охотой и войной. Дети, рожденные от рабынь, считаются законными наравне с детьми, рожденными от жен. Бельон. Отпрыск от первого брака почитается выше других детей и наследует все. Восемнадцатое. Прелюбодеяние карается смертью, и увлеченный в нем может быть убить на месте. Девятнадцатое. Если две семьи хотят породниться, но у них еще юные дети, то они, если это мальчик и девочка, могут вступить в брак. В случае их смерти брачный контракт все равно может быть составлен. Двадцатое. Запрещается купаться или стирать белье в проточной воде во время грозы. Двадцать первое. Швионы, лжесвидетели, предающиеся грязным порокам люди и колдуны, осуждаются на смерть. Двадцать второе. Военачальники и вожди, не справившиеся со своими обязанностями или не явившиеся на призыв хана, будут казнены. Особенно это касается тех, кто находится в отдаленных районах. Если их проступок не очень серьезный, то они должны лично предстать перед ханом. Эти выдержки из законов Чингисхана позаимствованы у Пети де Круа, который поясняет, что не смог отыскать полный список законов Яссы Чингисхана. Он собрал эти двадцать два установления из различных источников у персидских летописцев Гильома де Рубрука и Карпини. Приведенный перечень явно не полон и попал к нам из зарубежных источников. Объяснение необычного десятого закона, вероятно, может быть найдено, исходя из существовавших религиозных предрассудков в отношении способа убийства предназначенного в пищу загнанного зверя. Одиннадцатое правило, похоже, предполагает заготовку запасов еды на голодное время. Двадцатый закон, касающийся воды и грозы, Рубрук объясняет необходимостью не дать монголам броситься в озеро или реку во время грозы, которая вызывает у них ужас. Пети де Ла Круа утверждает, что Иссу Чингисхана перенял Тимур Лэнг. Бабур, первый из монголов Индии, говорил, «Мои предки и моя семья всегда с благоговением относились к законам Чингиса». В своем кругу, в своих дворах, на праздниках и во время развлечений, когда садятся и встают, они никогда не поступают вопреки уложениям Чингиса. Иоанн, священник из Азии В середине XII столетия до Европы докатились вести о победах христианского монарха Азии над тюрками. Более поздние исследования убеждают нас в том, что первое упоминание о христианском правителе к востоку от Иерусалима пришло одновременно с сообщениями о победах, одержанных над Магометанами Георгием, главнокомандующим Грузии на Кавказе, в регионе, который смутно ассоциировался с Арменией и Индией. Вспоминали, что трое волхвов появились из этого региона. Дух крестовых походов витал в Европе, и рассказы о всемогущем христианском монархе в Дальней Азии стали притчей в языцах. Настырианские христиане, разбросанные от Армении до Китая, посчитали разумным сочинить и послать письмо папе Александру Третьему, заявляя, что они от пресвитера Иоанна, и описывая в свойственной средневековью манере необыкновенные великолепия и чудеса процессий за пустыней, окружения 70 королей, сказочных зверей, «Город на песках». Короче говоря, славное собрание первосортных выдумок. Но если что и было правдивого в этом описании, то оно подходило Ванхану. Это имя нестырианцы произносили как «Унгхан» или «Король Джон» – племени кероитов, которые в основном были христиане. Его город Каракарум мог называться оплотом долго игнорировавшихся нестырианцев Азии. Это был город в пустыне, а Ванхан был императором, в подчинении у которого были ханы и короли. Многие хроники упоминают о преобразовании слова «король» в «керитс». Марко Поло увидел в Ванхане действующее лицо теневой роли Иоанна, священника. Численность монгольской орды Общей и вполне понятной ошибкой историков является их стремление представить монгольскую армию как огромную массу людей. Даже доктор Стэнли Лейнпул, один из самых выдающихся авторитетов современной исторической науки, не смог устоять перед низбежным Би-Нехаэт и говорит, что за Чингисханом следовали орды кочевников, которых было не с числа, как песченок в море. В нашем восприятии монголов мы продвинулись вперед, существенно опередив представление Мэтью Перриса и средневековых монахов, не сомневаясь в том, что орда Чингисхана не была подобна гуннам, мигрирующей массой, а являлась дисциплинированной армией вторжения. Личный состав орды, согласно английскому историку Сэру Генри Ховерсу, выглядит следующим образом. Императорская гвардия – 1000 человек, центр под командованием Тулуя – 101 тысяча человек, правое крыло – 47 тысяч человек, левое крыло – 52 тысячи человек, прочие контингенты – 29 тысяч человек, итого – 230 тысяч. Таков, по-видимому, был состав армии во время войны против Хореземшаха и похода на запад. Следовательно, это самое большое войско из всех, что собирал Чингисхан. Прочие контингенты составляли из 10 тысяч китайцев, а также сил Эдикута, Уйгоров и Хана Алмалыка. Двое последних были отправлены назад, сразу после того, как началось вторжение. Болестящий ученый Леон Казан настаивает на том, что фактически действующая армия монголов не превышала 30 тысяч воинов. При наличии трех таких армейских корпусов, помимо 20 тысяч отряда джучи и союздиков, войско могло насчитывать при таком раскладе до 150 тысяч воинов. И, конечно, не могло быть большего количества зимой в пустынных долинах Северной Азии. Известно, что армия Чингисхана ко времени его смерти состояла из четырех корпусов вместе с императорской гвардией. Всего около 130 тысяч воинов. Обращаясь к скудным имеющимся данным о количестве населения на земле Коби, мы можем определить его общую численность в не более чем полтора миллиона душ. Из этого количества могло быть рекрутировано не более 200 тысяч воинов в действующую армию. Бригадный генерал сэр Перси Сайке в своей книге «Персия» пишет о монголах, войско которых численно невелико, а сами они сражались за тысячи миль от своей основной базы. Современные исламские хроники по привычке преувеличивают численность Орды, называя цифры от 500 до 800 тысяч. Но все доступные свидетельства указывают, что Чингисхан совершил в 1219 и 1225 годах выдающийся военный подвиг, подчинив себе земли от Тибета до Каспийского моря с войском не превышающим 100 тысяч человек и от Днепра до Южно-Китайского моря всего с 250 тысячами воинов. И монголы, похоже, составляли не более половины этого количества. Хроники упоминают о 50 тысячах союзников туркмен к концу кампании. Силы Джучи были увеличены за счет диких кипчаков, людей пустыни. В Китае предки нынешних корейцев и манхутов сражались под монгольскими штандартами. В правлении Угидея сына Чингисхана еще больше тюркских племен присоединились к монголам, которые дали им волю повоевать. Они составили большую часть армии, с которой Субидей и Батухан завоевали восточную Европу. Конечно, армии Югидея насчитывали более 1 миллиона готовых к сражению воинов, а внуки Чингисхана, Мунтке и Хубилай, удвоили их число. Монгольский план вторжения Орда Чингисхана следовала установленному плану при вторжении в чужую страну. Такой способ никогда не подводил и обеспечивал успех до тех пор, пока монголы не получили отпор от мамлюков, наступавших на Египет через сирийскую пустыню примерно в 1270 году. Первое. Собирался Курултай, или главный совет, в составе Хахана. На нем должны были присутствовать все высшие военачальники, за исключением тех, кому было дано разрешение оставаться в действующей армии. Там обсуждались складывающиеся ситуации и план предстоящей войны. Выбирались маршруты, движения и формировались различные корпуса. Второе. Высылались в неприятельскую страну шпионы и добывались языки. Третье. Вторжение в страну противника производилось несколькими армиями в разных направлениях. В каждой отдельной дивизии или армейском корпусе был свой полководец, который двигался с войском к намеченной цели. Ему предоставлялась в пределах данной ему задачи полная свобода действий при тесной связи через курьера со ставкой верховного вождя или архона. Четвертое. При походе к значительно укрепленным городам войска оставляли для наблюдения за ними специальный корпус. В окрестностях собирались запасы и в случае надобности устраивалась временная база. Монголы редко просто ставили заслон перед хорошо укрепленным городом. Чаще всего один или два тумена приступали к его обложению и осаде, используя с этой целью пленных и осадные машины, в то время как главные силы продолжали наступление. Пятое. Когда предвиделась встреча в поле с неприятельской армией, монголы обыкновенно придерживались одного из следующих двух способов. Либо они старались напасть на неприятеля врасплох, быстро рассредотачивая к полю сражения силы нескольких армий, как это было с венграми в 1241 году, либо если противник оказывался бдительным и нельзя было рассчитывать на внезапность, они направляли свои силы так, чтобы совершить обход одного из неприятельских флангов. Такой маневр носил название «тулугма» или «стандартный охват». Среди других аберративных приемов производилось притворное бегство в течение нескольких дней, до тех пор, пока неприятель не раздробит своих сил и не ослабит меры охранения. Тогда монголы садились на свежих лошадей и совершали быстрый налет. Этим способом были разбиты близ Дебра сильные дружины русских князей. Случалось, что при таком демонстративном бегстве монгольские войска рассеивались так, чтобы охватить противника с разных сторон. Если оказывалось, что неприятель держится рассредоточенно и приготовился к отбору, они выпускали его из окружения, давая отступить. Затем они атаковали его на марше. Таким способом была уничтожена бухарская армия. Многим из этих оперативных приемов пользовались изобретательные ранние тюрки, гуны, от которых частично происходили монголы. Для китайцев было привычным совершать маневры кавалерийскими колоннами, а исконные китайцы знали все приемы стратегии. Чингисхану оставалось реализовать свою непоколебимую устремленность к цели и редкую способность сделать правильный шаг в нужное время, а также поддерживать в войсках железную дисциплину. Даже китайцы говорили, что он руководил своими армиями как бог. То, как он приводил в движение большие массы людей, перебрасывая их на огромные расстояния без видимого усилия. Здравый смысл, с которым он проводил военные кампании в странах, отдаленных друг от друга. Его стратегия в незнакомых регионах способность всегда быть значеку и в то же время никогда не допускать колебаний или перестраховки во вред своему предприятию. Осады, осуществление которых приводило к успеху, его блестящие победы, череда дней Аустерлица, все вместе взятое создает картину его карьеры, которой Европа не может противопоставить ничего, если она вообще имеет что-то, что может с этим сравниться. Так Деметриус Булгер суммирует оценку военного гения Великого Монгола. Субедей Богатур против Средней Европы Монголам не довелось помериться силами с европейцами при жизни Чингисхана. Это произошло после заседания Курултая при Великом Хане Угидей. Коротко говоря, происходило следующее. Бату Сэнджучи отправился в поход на Аустернию. Запад со своей Золотой Ордой, чтобы захватить земли, по которым в 1223 году проскакал Субедей. С 1238 года по осень 1240-го Бату великолепный совершил набег на племена Поволжья, на русские города и степи при Черноморье, брал штурмом Киев и посылал конные корпуса совершать рейды в Южной Польше, или скорее русейные, поскольку Польша была в то время раздроблена на ряд отдельных княжеств. Когда в марте 1241 года раздавил снег, монгольская ставка находилась к северу от Карпат между современным Львом и Киевом. Осуществлявшему руководство компании многообладному Субедею противостояли следующие противники. Прямо по фронту великопольский князь Болеслав Храбры с собранным им войском. К северу от него в Силезии Генрих Благочестивый, который собирал 30-тысячную армию из поляков, баварцев, тефтонских рыцарей и тамплиеров из Франции, добровольно вызвавшихся отразить нашествие варваров. На расстоянии около 100 миль за Болеславом король Богемии собирал еще более сильную армию, куда вливались отряды из Австрии, Саксонии и Брандербурга. На левом фланге монголов Мечислав Голицкий и другие князья, которые готовились защищать свои земли в Карпатах. На левом краю монголов несколько дальше за Карпатами развернулось 100-тысячное Мадьярское войско под знаменем короля Венгрии Беллы IV. Поверни Бату и Субедей на юг, в Венгрию, в тылу у них осталась бы польская армия, в случае их продвижения на запад, навстречу полякам, Венгры оказывались у них с фланга. Субедей и Бату, по-видимому, были прекрасно осведомлены о подготовке христианских войнств. В результате прошлогодних разведывательных рейдов они получили ценную информацию о странах и их монархах, которые теперь противостояли им. С другой стороны, христианские короли мало знали о передвижениях монголов. Бату стал действовать, как только в достаточной степени высохла земля, и кони могли скакать напрямую, вместо того, чтобы совершать марш вдоль Припяти и через густые леса, окаймляющие Карпатские горы. Он разделил свое войско на четыре армейских корпуса, направив самый сильный из них под командованием двух надежных полководцев, внуков Чингисхана, Кадана и Байдара, против поляков. Эта дивизия быстро двигалась на запад и столкнулась с силами Болеслава, преследующего отдельные отряды монгольской разведки. Поляки, как обычно, храбро атаковали и были разбиты. Болеслав бежал в Моравию, а остатки его войска отходили на север, выбрав направление, на котором монголы не стали их преследовать. Было 18 марта. Монголы взяли и сожгли Краков и под командованием Кадана и Байдара посвешили навстречу герцогу Селези, прежде чем тот соединиться с войсками богемий. Они натолкнулись на армию Генрика Благочестивого у Лигницы 9 апреля, а последовавшей битве у нас нет свидетельства из первых рук. Нам только известно, что германцы и поляки были сломлены атакой главных сил монгольского войска и были почти полностью уничтожены. Генрих и его бароны были сражены все до единого, так же, как и госпитальеры. Говорят, что великий магистр тефтонских рыцарей пал в бою с девятью рыцарями храма и пятьюстами кнехтами. Приводится письмо на французском языке великого магистра французских тамплиеров Людовику Святому, цитируемое Леоном Кауэном. Как гласит легенда, монголы отрезали ухо у каждого мертвого врага и прятали в мешок, наполняя таким образом девять мешков, которые они доставляли своему принцу Бату. Голову несчастного Генриха они на копье доставили в Лигницу. Лигница была сожжена самими же ее защитниками, а на следующий после сражения день Кадан и Байдар со своими дивизиями через пятьдесят миль пути вступили в бой с еще более крупной армией короля Богемии Венцеслава. Венцеслав медленно двигался от одного места к другому, в то время как монголы то появлялись, то исчезали. Громоздкий боевой порядок его войска был слишком массивен для атаки монгольской дивизии, но его всадникам было не угнаться с законниками из Китая, которые могли положиться на своих лошадей. На глазах Венцеслава они подвергли опустошению Силезию и прекрасную моравию и в конце концов хитростью вынудили его двигаться на север, а сами повернули на юг, чтобы соединиться с Бату. «И знайте», — писал Бонс Добон во Францию Сент-Луи, «что все бароны Германии и король, и все духовенство, как и в Венгрии, поднялись в крестовый поход против татар. И если верно то, что говорят нам наши братья, если то, что происходит, Божья воля, то они, эти татары, будут побеждены». Но когда магистр ордена тамплиеров писал это, венгерское войско было уже разбито. Субеде и Бату с тремя туменами прошли через Карпаты. Правый фланг входил в Венгрию через Галицию. Левый, под командованием Субеде, двигался в обход вниз через Молдавию. Незначительные армии противника они сметали на своем пути, и три колонны соединились, прежде чем Белла со своими венграми достиг Будапешта. Это было еще в начале апреля, как раз перед битвой под Лигницей. Субеде и Бату не знали, как шли дела на севере. Они направили тумен установить связь с внуками Чингисхана на Одере. Маленькая армия епископа из Уголина двинулась против них. Они отступили в болотистую местность, а потом окружили опрометчивых венгров. Епископ и трое его приближенных спаслись бегством, но они были единственными, кому удалось остаться в живых. Тем временем Белла начал форсировать Дунай со своим войском из Мордиар, хорватов, германцев, а также французских тамплиеров, которые оставались в Венгрии. Общая численность их составляла 100 тысяч воинов. Монголы медленно отступали перед ними, двигаясь шагом. Бату, Субедей, Мунке, завоеватель Киева, отъехали от войска и стали осматривать место, выбранное для сражения. Это была равнина Мохи, окруженная с четырех сторон рекой Сайо, виноградными холмами Токая, темным лесом и высокими холмами Ломница. Монголы отступили через реку, не разрушая широкого каменного моста, и углубились миль на пять, заросли на дальнем берегу. Войско Беллы последовало за ними вслепую и встало лагерем на равнине Мохи. Белла разбил лагерь со всем своим тяжелым багажом, с оруженосцами, со своими рыцарями в кольчугах и с их свитой. Тысяча воинов была оставлена у дальней стороны моста и прочесала лес, не обнаружив никаких признаков неприятеля. Но Чусюбудей встал во главе правого крыла монгольского войска и повел его широкой дугой назад, к реке, в том месте, где он обследовал брод. Он приступил к сооружению моста, чтобы облегчить переправу. На рассвете передовые отряды Бату двинулись назад к мосту и, появившись внезапно перед совершенно не ожидавшими такого маневра охранявшими мост войнами, перебили их. Основные силы Бату перешли через реку на позиции Беллы. Семь катапульт ударили по его рыцарям, пытавшимися задержать стремительное продвижение всадников по мосту. Монголы неотвратимо нахлынули на расстроенные ряды их противников, неся ужасный стяг с девятью хвостами яка, вокруг которого клубился дым от огня, разведенного шаманами в черепах. «Огромное серое лицо с длинной бородой», так описывал это действие один из европейцев, «испускало зловонный дым». Не подлежит сомнению храбрость паладинов Беллы. Битва была ожесточенной и не прекращалась до полудня. Затем Субедей завершил свой фланговый маневр и появился позади боевых порядков Беллы. Монголы атаковали и разбили венгров. Подобно тевтонским рыцарям, у лигницы тамплиеры все до одного пали на поле брани. Цитата на латинском языке Леона Казна из Томаса де Спалато о магистре тамплиеров. «Затем ряды монголов разделились в западном направлении, оставив свободную дорогу через ущелье, по которой войско Беллы выдвинулось на равнину. Венгрии бежали и их нехотя преследовали. За два дня гонки дороги были усланы телами европейцев. 40 тысяч из них было убито. Беллар расстался со своими людьми, оставив своего умирающего брата и убитого архиепископа. Лишь благодаря своей быстроногой лошади ему удалось оторваться от преследования, спрятавшись на берегу Дуная. Он был обнаружен, преследовался и убежал в Карпаты. Там через некоторое время он добрался до того самого монастыря, в котором скрывался его брат, монарх Польши Болеслав Храбрый. Монголы штурмовали Будапешт и подожгли окраины Грана. Они вошли на территорию Австрии до города Лейштадт, не ввязывались в бой с пассивным войском германцев и богемцев и повернули вниз на Адриатику, опустошив города вдоль берега, кроме Рагузы. За менее чем два месяца они прошли Европу от Верховьев Эльбы до моря, разгромили три большие армии из десяток более мелких и взяли штурмом все города, кроме Олбутса, оборона которого была хорошо организована под руководством Ярослава из Штернберга с его 12 тысячами воинов. Никакие повторные выступления не могли спасти Западную Европу от неизбежного бедствия. Ее армии, способные совершать маневры лишь большими массами под руководством правящих монархов, таких же некомпетентных, как Белла или Людовик Свытой во Франции, были достаточно храбрыми, но совершенно не способными одержать победу над совершающими быстрые маневры монголами под руководством таких полководцев, как Субидей, Мунке и Кадан, ветеранов, всю жизнь воевавших на двух континентах. Но война так и не нашла своего завершения. Курьер из Карагарума привез монголам весть о смерти Угидея и призыв вернуться в Гоби. Там на Совете годом позже битва при Мохе имела любопытные последствия. Бату обвинил Субидея в слишком позднем появлении на поле сражений, что стало причиной гибели многих монголов. Старый полководец отвечал язвительно. «Вспомни, что перед тобой река не была глубокой, и там уже был мост. Там, где я переходил ее, было глубоко, и мне пришлось возводить мост». Бату признал его правоту и больше не обвинял Субидея. Что думала Европа о монголах? Пожалуй, достаточно уже сказано о том, что у монгольских армий был ряд преимуществ перед европейскими в то время. Они были более мобильными. Субидей проскакал со своими туменами 290 миль за менее чем 3 дня во время вторжения в Венгрию. Тот же Понц Дабон отмечает, что монголы за один только день могут пройти такое же расстояние, как от Шартре до Парижа. «Ни один народ в мире», – признает современный составитель летописи Европы, «не способен был особенно в столкновениях в открытом поле победить такого врага, как монголы, благодаря личной храбрости или знаниям искусства ведения войны». Томас де Спалато. Это мнение подтверждает плану Карпини, который был послан к монгольскому хану вскоре после ушастного вторжения 1238-1242 годов, чтобы уговорить завоевателей-язычников пощадить христиан. Ни одно королевство и ни одна провинция не в состоянии выдержать натиск татар. И он добавляет, «Татары воюют, применяя больше стратегию, чем грубую силу». Этот мужественный святой отец, который, как видно, разбирался в военном деле, отмечал, что татары не были столь многочисленны и не обладали атлетическим сложением и силой европейцев. И он далее призывает европейских монархов, которые всегда вставали во главе своего войска во время войны, независимо от того, обладали ли они достаточным умением для такого руководства, создать свою военную организацию по образцу той, что была у монголов. Нашей армии следует организовать в том же порядке, как у татар, и по тем же суровым законам войны. После сражения должно выбираться по возможности наравнение, которое просматривается со всех сторон. Армия ни в коем случае не должна представлять собой единую боевую единицу. А ее следует разбить на дивизии. Разведчики должны высылаться во всех направлениях. Нашим генералам следует держать свои отряды денно и нощно на готове и всегда во всеоружии, готовыми к сражению, поскольку татары всегда бодрствуют, как дьяволы. Если принцы и правители христианского мира предполагают оказать сопротивление их тотшествию, необходимо, чтобы они объединили усилия и противостояли им всем миром. Карпини не применил обратить внимание на оружие монголов и советовал европейским военным улучшить их вооружение. У принцев христианского мира должно быть много солдат, вооруженных крепкими луками, арбалетами и артиллерии, которые татары наводят ужас. Помимо этого, следует иметь людей, вооруженных булавами из хорошего железа или топорами, с длинными рукоятками. Стальные наконечники стрел следует закалять так, как это делают татары, погружая их раскаленными в подсоленную воду, чтобы они могли лучше пробивать латы. У наших воинов должны быть хорошие шлемы, надежные доспехи и кони. А тем, кто так не вооружен, следует держаться позади хорошо вооруженных. На Карпини произвела сильное впечатление убийственная стрела из лука монголов, этих детей войны. Людей и коней они ранят и убивают стрелами, и когда люди и лошади поражены таким образом, они к ним приближаются. В это время император Фридрих II, тот самый, вражда которого с папой приобрела скандальную известность, попросил помощи у других принцев и писал королю Англии. Татары малого роста, но у них крепкие руки и ноги. Они подвижны, храбры и мужественны, всегда готовы рисковать жизнью по знаку своего командира. Но! И тут мы не можем сдержать вздоха. Прежде они были защищены кожей и латами из железных пластин, а теперь на них более изящные и практичные доспехи, взятые в качестве трофеев у христиан. Так что к нашему студу и горю они будут убивать нас, пользуясь нашим же оружием. Более того, кони, на которых они скачут, лучше, они могут довольствоваться скудной пищей. Переисписька между европейскими монархами и монголами. После того, как Бату и Субедей ушли из Европы в 1242 году, охватившая всех паника из-за опасения нового монгольского нашествия, побудила владык христианского мира к действиям различными способами. Иннокентий IV создавал совет города Леона, чтобы обсудить среди других вопрос о том, как защитить христианство. Беспечный Людовик Святой объявил, что если татары появятся вновь, рыцарство Франции умрет за церковь. После чего он отправился в опасный крестовый поход в Египет, направляя время от времени священников и посыльных на монгольский юг Каспия, где в то время распоряжался Байчу-хан. Одно из его посольств было направлено к хану в Каракаром. С забавным результатом. Жуан-Виль, средневековый хронист, рассказывает нам, что когда послы были встречены со своими незначительными дарами, хан обернулся к собравшейся вокруг него знати и сказал, «Здесь послы с выражением бакордости короля Франков, а это дань, которую он нам прислал». Монголы часто призывали Людовика подчиниться их хану, приносить дань и пользоваться защитой власти хана, как это делали другие правители. Они также советовали, чтобы он вступил в войну с сельджуками в Малой Азии, с которыми они сами тогда воевали. Людовик через несколько лет отправил к двору хана энергичного и умного рубрука, но из предосторожности наказал монаху не представляться в качестве посланника и не обставлять свое путешествие так, чтобы оно выглядело как акт подчинения. Среди писем, которые получил Людовик из Орды, в одном упоминалось о том, что среди монголов можно найти немало христиан. «Мы пришли со своей властью и могуществом объявить, что все христиане освобождаются от сервитута и налогов в мусульманских странах и с ними будут обращаться с уважением и почтением. Никому не будет позволено трогать их товары, а те их церкви, которые были разрушены, будут отстроены заново, и им будет разрешено звонить в свои колокола». Это верно, что у монгольских ильханов в Персии было несколько христианских жен и что армяне-христиане были у них министрами. Некоторые из оставшихся в живых крестоносцев, осевших в Палестине, иногда сражались в рядах монголов, а ильхан Аргун восстановил церкви, разрушенные в предыдущих войнах. Один разгневанный мусульманин писал, что в 1259 году монгольский ильхан Хулагу повелел, чтобы во всей Сирии каждая религиозная секта открыто заявила о своей вере и что ни один мусульманин не должен против этого возражать. В тот день не было ни одного христианина, будь то из простого народа или из нати, кто бы не облачился в свои самые нарядные одеяния. Каким бы ни было отношение монголов-христианов в Палестине, но их лидеры искренне хотели прибегнуть к помощи европейских армий против мусульман и в 1274 году направили посольство из 16 человек к папе и к Эдуарду I английскому, который ответил с изрядной долей казуистики, поскольку не имел ни малейшего желания отправляться в Иерусалим. Мы со вниманием относимся к принятому вами решению освободить Святую Землю от врагов христианства. Мы в высшей степени признательны вам и мы благодарим вас, но мы в настоящее время не можем известить вас со всей определенностью о времени нашего прибытия на Святую Землю. Тем временем папа направил новых посланников к Байчу, расположившемуся у Каспийского моря. Эти посланники весьма вызывающе вели себя по отношению к монголам, потому что они не знали имени хана и проповедовали язычникам о греховности кровопролития. Монголы заявили, что папа должно быть очень невежествен, если не знает имени человека, управляющего всем миром, а что касается кровавых расправ над своими врагами, то они совершали их по повелению самого Сына Неба. Байчу хотел было казнить незадачливых священников, но сохранил им жизнь и отправил их назад невредимыми, так как они все-таки были посланниками. Ответ Байчу, переданный с письмом через эмиссаров Иннокентия IV, достоин того, чтобы его привезти. По повелению великого хана Байчу Нойон адресует эти слова папе. «Знаешь ли ты, что твои посланники прибыли к нам с твоими письмами? Твои посланники говорили громкие слова. Мы не знаем, делали ли они это по твоему приказу. Поэтому мы направляем тебе это послание. Если ты хочешь властвовать над землей и водой твоей водчины, ты, папа, должен прибыть к нам лично и предстать перед тем, кто правит территорией всей земли. А если ты не придешь, то мы не знаем, что может произойти. Один бог знает, что случится. Только было бы лучше, если бы ты сообщил через курьеров, приедешь ли ты или нет, и хочешь ли ты прийти с дружбой или нет». В этом письме вновь появляется словещая фраза. «Мы не знаем, что может произойти. Один бог знает». Это обычная фраза предостережения, когда монголы подразумевают войну. «Принцу Сельджуков Каю Косру или Каю Хосрову они ответили лаконично. Ты сказал смело, Бог даст победу тому, кто вас желает. По-видимому, они всегда направляли посыльных в стан врага по установленному Чингисханам обычаю с предложением заключить соглашение. Если следовал отказ, то они высказывали свои предостережения и готовились к войне». Излишне говорит, что Иннокенди IV не совершил поездки в Карагарон. Да и монголы больше не возвращались в Среднюю Европу. Но нет и указания на то, что рыцари Западной Европы взяли оружие, чтобы обуздать их. До Нейштадта в Австрии монголы дошли, проделав путь почти в 6 тысяч миль от своей родины. Умерли Субеды и агрессивный Тулуй. Сын Джучи Бату был вполне доволен пребыванием в Сарае, своем золотом городе на Волге. Гражданская война тлела на остатках Азиатской империи, и поход Орды на Запад подошел к концу. Орда вновь разорила Венгрию ближе к концу 13-го столетия, затем отошла к Волжским равнинам. Внук Чингисхана на Святой Земле Малоизвестной главой истории является контакт монголов с армянами и христианами Палестины после смерти Чингисхана. Его внуку Хулагу брату Мунке, который тогда был ханом, перешли во владение Персия, Месопотамия и Сирия в середине 13-го столетия. По прошествии более чем 100 лет армяне уже доверяли своим соседям, латинцам в качестве союзников. Бароны-крестоносцы, которые сохранили за собой свои феодальные поместья на Святой Земле, а именно в области Багемонда города Антиоха. Хайтхон, царь армян, стал доверять не этим христианам, а язычникам-монголам, которые за полвека проявили себя как лучший из всех когда-либо существовавших друзей армян. В начале царствования Хайтхона монголы служили хорошую службу армянам, покорив турок-сельджуков. Хайтхон заключил военный союз монгольским полководцем Байчу, а в 1244 году стал вассалом хана Угидея. В тексте Байчу, так же как Хетум, Огдай и так далее, написание изменено, чтобы соответствовать тому, что приводится в других главах этой книги. Байчу часто путают с Бату, который был внуком Чингисхана и первым правителем Золотой Орды на Руси. Десять лет спустя он лично присягнул Мунке-хану и закрепил дружбу между двумя народами своим долгим пребыванием при монгольском императорском дворе. Оставшееся время его правление было занято борьбой против мамлюков, продвижению на север которых, к счастью, воспрепятствовали монголы. Хайтхон и Хулагу объединились у Эдессы, чтобы затем захватить у мамлюков Иерусалим. Мало кому довелось сыграть более трудную роль в жизни, чем этому молодому китайцу, который был замечен Чингисханом. Он был одним из первых китайских философов, присоединившимся к Орде, а монголы не делали скидок ученым, философам, астрономам и медикам. Воин, отличавшийся своим искусством изготовления луков, подтрунивал над высоким длиннобородом китайцем. — Какое? Может быть, дело у крижника? — спросил он. — Среди братства воинов. — Чтобы делать прекрасные луки, — отвечал Елю Чуцай, — нужен мастер по дереву. Но когда доходит дело до управления империей, требуется мудрый человек. Он стал фаворитом у старого завоевателя, и во время длительного похода на запад, в то время как другие монголы собирали богатую добычу, китайц собирал книги, астрономические таблицы и травы для своих нужд. Он составлял карту маршрута, а когда на Орду обрушилась эпидемия, он взял реванш философа над войнами, которые его задевали. Он назначил им ревень и лечил их. Чингисхан ценил его за его прямоту, а Елю Чуцай не упускал возможности противодействовать массовым убийствам, которые кровавым следом тянули за Ордой. Существует легенда о том, что во время Маша по отрогам Гималаев, Чингисхан увидел на тропе удивительное животное, внешне похожее на оленя, но зеленого цвета и с одним рогом. Он позвал Елю Чуцая, чтобы тот дал свое объяснение этому феномену. И китаец серьезно ответил, это странное животное, зовется Кио Туань. Оно знает все языки на земле и любит живых людей и ужасается от убийств. Его появление, несомненно, означает предостережение тебе, о мой хан, чтобы ты повернул назад с этой тропы. При Угидее, сыне Чингисхана, китайц фактически управлял империей, и ему удалось отобрать у монгольских военачальников прерогативу наложения наказаний, назначения судей и сбора налогов на нужды казначейства. Его сообразительность и невозмутимое мужество нравились завоевательным язычникам, а он знал, как на них влиять. Угидей злоупотреблял вином, а у Елю Чуцая был резон желать, чтобы он жил как можно дольше. Возражения никак не действовали на хана, и китайц принес ему железную вазу, в которой некоторое время хранилось вино. От вина края сосуда заржавели. «Если вино, — сказал он, — так разъело железо, суди сам, что оно сделало с твоим кишечником». Угидей был потрясен этой наглядной демонстрацией и стал меньше пить, но все же пьянство стало истинной причиной его смерти. Однажды, обозленный каким-то поступком своего советника, он бросил Елю Чуцая в тюрьму, но позднее передумал и приказал его освободить. Китайц не хотел покидать тюремной камеры. Угидей послал узнать, почему он не появляется при дворе. Он получил от будреца такой ответ. «Ты назначил меня своим министром. Ты посадил меня в тюрьму. Значит, я виновен. Ты выпускаешь меня на свободу. Значит, я не виновен. Легко тебе играть со мной. Но как же мне руководить делами империи?» Его восстановили в должности на благо миллионов людей. Когда Угидей умер, административные функции от старого китайца перешли к мусульманину Абд-Аль-Рахману. Переживание по поводу крутых мер, к которым прибегал новый министр, ускорил смерть Чуцая. Полагая, что он накопил огромные богатства за свою жизнь на службе у ханов, некоторые монгольские военачальники обыскивали его резиденцию. Они не нашли никаких других сокровищ, кроме обычной коллекции музыкальных инструментов, рукописи, карт, дощечек и камней, с вырезанными на них какими-то надписями. Угидей и его сокровища Сын, которому удалось сесть на трон, отца завоевателя, обнаружил, что не очень-то горит желанием быть хозяином половины мира. У Угидея были свойственные монголам чувства юмора и выдержка, и не было жестокости его братьев. Он мог сидеть в своем шатровом дворце в Каракаруме и ничего не делать, выслушивая сообщения, которые доставляются гонцами к ханскому трону. Его братья и военачальники занимались войнами, а Илью Чуцай следил за тем, чтобы поступали доходы. Угидей с массивным телом и спокойным характером является собой любопытный образ. Великодушный варвар, имеющий богатство из Китая, женщины с десяткой империи и стада лошадей на нескончаемых пастбищах – все к его услугам. Его поступки шокируют, как несвойственные монарху. Когда его военачальники протестовали против его привычки раздавать все, что только попадается ему под руку, он отвечал, что все равно скоро покинет этот мир, и единственное, что от него останется неизменным, будет память о нем людей. Он не одобрял жажду накопления огромных сокровищ у персидских и индийских монархов. «Они были голубцами», – говорил он, – «и им от них было мало проку. Они ничего не взяли от мира с этими сокровищами». Ушлые мусульманские купцы, прослышав о его беспечной великодушии, не применули явиться гурьбой к его двору с разными товарами и огромным счетом за них. Такие счета представлялись хану каждый вечер, когда он сидел на людях. Как-то присутствующие сановники протестующе заявили ему, что купцы беззастенчиво ставят завышенную цену. Угидей согласился. «Они приехали, надеясь, получить от меня прибыль, а я не хочу, чтобы они ушли разочарованными». Его поступки были чем-то в стиле Харуна аль-Рашида пустыни. Он любил побеседовать с забредшими путниками и однажды был поражен бедностью одного старика, который дал ему три дыни. Не имея под рукой серебра или богатой одежды, в тот момент хан велел одной из своих жен отблагодарить нищего жемчужинами из ее серег, которые были крупного размера и очень ценными. «Было бы лучше, мой господин», – запротестовала она, – «позвать его завтра ко двору и дать ему серебра, которые он мог бы употребить с большей пользой, чем эти жемчужины». «Очень бедный человек не может ждать до завтра», – возразил практичный монгол. «Кроме того, жемчужины довольно скоро вернутся на манекозначейство». Угидей, как и все монголы, обожал охоту, любил смотреть состязания по борьбе и конной скачке. Бродячие певцы и атлеты приезжали к его двору из далекого Китая и городов Персии. В его время в империи начались раздоры между мусульманами и буддистами, между персами и китайцами. Эти свары раздражали сына Чингисхана, и его простодушие иногда обескураживало интригану. Некий буддист пришел к монголу с рассказом о том, что ему во сне привиделся Чингисхан и приказал, «Иди и потребуй от моего сына, чтобы он истребил всех богометан, так как они – порождение сатаны». Суровость покойного завоевателя по отношению к исповедующим ислам была хорошо известна, и орлык, приказ великого хана, отданный пусть и в видении, был делом серьезным. Угидей задумался на некоторое время. «Чингисхан обращался к тебе через переводчика?» – спросил он дотошно. «Нет, мой хан, – он говорил сам. – А ты говоришь по-монгольски?» – не унимался Угидей. Было очевидно, что человек, удостоившийся видения, не говорил на другом языке, кроме турецкого. «Тогда ты мне солгал», – возразил хан, – «потому что Чингисхан говорил только по-монгольски, и он приказал казнить противника Магометан». В другой раз китайские артисты развлекали Угидея кукольным представлением. Среди других кукол хан заметил фигуру старика в чалме с длинными белыми усами, которого волокли, привязав к хвосту лошади. Угидей потребовал, чтобы китайцы объяснили, что это значит. «Это изображает, – отвечали кукловоды, – как монгольские воины тащат за собой мусульманских пленных. Угидей велел остановить представление, а своим слугам принести из сокровищницы самые богатые одежды, ковры и драгоценные изделия из Китая и Персии. Он показал китайцам, что их товары уступают изделиям сапада, и добавил, «В моих владениях нет ни одного богатого мусульманина, у которого не было бы нескольких рабов-китайцев, но ни у одного богатого китайца нет рабов-мусульман. Кроме того, вам известно, что Чингисхан дал указание о выдаче вознаграждения в 40 слитков золота тому, кто убьет мусульманина, в то время как он полагал, что жизнь китайца не стоит ясла. Как же вы можете насмехаться над мусульманами?» И он выпроводил артистов с их куклами со двора. Вслед за армией завоевателей пришли китайские чиновники и администраторы, пишет Леон Казан. «Первые монголы никак не могли привыкнуть к деньгам, и они лишь презирали людей, которые всю жизнь копили их». Лангфелла приводит в своих поэмах эпизод о неудачливом багдадском халифе, который был побежден и взят в плен со всеми его накопленными сокровищами, племянником Угидея, прославленном Хулагу. «Я сказал халифу, ты стар, тебе не нужно так много золота, тебе оно ни к чему, припрятанное и сваленное здесь грудой, когда дыхание битвы все горячей и ближе». Последний двор кочевников А лишь два европейца оставили нам описание монголов до того, как резиденция ханов была перенесена в Китай. Один из них монах Карпини, а другой солидный Гильом де Руброк, который мужественно скакал к татарам, почти уверены, что его замучают до смерти. По поручению своего хозяина, его величества короля Франции Ледовика IX святого, он ехал не как эмиссар своего короля, а как посланник мира, в надежде, что завоеватели-язычники, может быть, воздержатся от войны с Францией. В качестве попутчика с ним был до смерти напуганный собрат монах. Они именовали Константинополь, и их окружили степи Азии. Руброк промерз до костей и едва не умирал с голоду, проскакав в три тысячи миль. Монголы стабдили его овечьими шкурами, валенками, сапогами и кожаными шапками. Они также подбирали для него сильную лошадь на каждый день длинного пути от Поволжья, поскольку он был дородный и тяжелый. Он был загадкой для монголов. Этот босой человек в длинной рясе, прибывший из дальней страны франков, который не был ни купцом, ни послом, который не имел оружия, не дарил подарков и не принимал вознаграждения. Вызывал любопытство облик этого тяжеловесного и истого верующего монаха, нищенствующего ордена. Бедствующего, но не униженного, приехавшего из разгромленной Европы увидеть хана. Он стал одним из длинной череды будников, совершивших путешествие на восток в пустыню. Там побывали и русский князь Ярослав, и китайские и турецкие вельможи, и сыновья грузинского князя Георгия, и посланник халифа Багдада, и великие сарацинские султаны. А наблюдательный рубрук описал для нас дворник кочевников-завоевателей, где бароны пили кобыль и молоко из инкрустированных драгоценными камнями кубков и скакали в овечьих шкурах, сидя в седлах с искусственно выполненным золотым орнаментом. Он так описывает свое пребывание ко двору Монке-хана. В день Святого Стефана в декабре мы прибыли на широкую равнину, на которой не было видно ни холмиха, а на следующий день нас привели ко двору хана. Для нашего провожатого был выделен большой дом, лишь маленький коттедж предназначался для нас троих, в котором едва помечался наш багаж, кровати и маленький очаг. Многие приходили к нашему провожатому с напитком из риса в бутылках с длинным горлышком, не отличавшимся от лучшего вина, разве что запахом. Нас вызвали и расспросили о нашем деле. Секретарь спросил меня, хотим ли мы, чтобы татарская армия помогла нам в борьбе с сарацинами, и это поразило меня, так как я знал, что в письмах его величества не было никакой просьбы, и он лишь советовал хану быть другом всех христиан. Его величество. Король Франции Ледовик Святой, который был тогда в плену у мамлюков. Затем монголы потребовали, чтобы я ответил, хотим ли мы заключить с ними мир. На это я сказал, не сделав ничего плохого, король Франции не дал повода для войны. Если с нами воюют без всякого на то оставания, мы уповаем на Божью помощь. При этих словах они, как видно, все были поражены, воскликнув. Ты пришел для того, чтобы заключить мир? На следующий день я пришел ко двору Басхим, и все вытрачились на меня с удивлением. Но венгерский юноша, который оказался среди них, объяснил им, в чем причина. После этого нестарианский христианит, который был главным секретарем двора, много раз спрашивал о нас, и мы вернулись в свои апартаменты. Рубрук был францисканским монахом и первым святым отцом, появившимся в Сутане в Дальней Азии. Посланник папы Карпини был одет в гражданское платье. По дороге со стороны двора, обращенной на восток, я увидел маленький дом с небольшим крестом над ним. Я этому обрадовался, решив, что там должны быть какие-нибудь христиане. Я смело вошел и обнаружил алтарь, украшенный золотистой тканью с изображением Христа, Девы Марии, святого Иоанна Крестителя и двух ангелов. Линии, обрисовавшие контуры их тел, состояли из мелких жемчужин. На алтаре был большой серебряный крест, сверкавший драгоценными камнями и инкрустацией. Перед ним горела лампа с восьми огнями. За алтарем сидел монах Армянин, какой-то весь черный и тощ, облаченный в грубую длинную влосяницу, опоясанный железной цепью. Прежде чем поприветствовать монаха, мы пали ниц на пол с пением «Аве Регина» и других псалмов. Монах присоединил свой голос к нашим в молитве. Затем мы присели рядом с монахом, перед которым горел огонь небольшого очага. Монах поведал нам, что он отшельник из Иерусалима и прибыл на месяц раньше, чем мы. Поговорив с ним немного, мы двинулись дальше к месту нашего ночлега и приготовили на ужин суп из мяса и проса. Наш проповедник, монгол и его приятели были в стельку пьяны, угостившись при дворе и на нас почти не обращали внимания. Холод был таким пронизывающим, что к утру у меня были отмороженные кончики пальцев ног и я уже не мог ходить босым. С оступлением морозных дней мороз не прекращался до самого мая и даже тогда по ночам и утром бывали заморские. И во время нашего там пребывания от холода, усиленного ветром, пало много животных. Люди при дворе принесли нам овечьи тулупы, штаны и обувь, которые приняли у них мой спутник и переводчик. 5 января нас доставили ко двору. Переводчик. Когда Рубрук говорит о дворе, он имеет в виду резиденцию Мунке Хада с его женщинами и высшими чинами, расположившуюся в центре лагеря. О лагере Бату, двоюродного брата Мунке, находившегося на Волге, он рассказывает так. Мы были поражены великолепием его поселениям, дома и шатры растянулись на огромные расстояния. И большое число людей разъезжали вокруг в радиусе 3-4 литв. У нас просели, в чем будет состоять выражение нашего уважения к хану. И я сказал, что мы приехали из далекой страны и с их позволения прежде всего прославим в пестопене Господа, благодаря которому мы находимся здесь целы и невредимы. И потом готовы делать для хана все, что только он вошелает. Потом они пошли к хану и передали ему то, что мы им сказали. Вернувшись, они привели нас к входу в залу и у порога подняли вверх закрывавший вход войлок. А мы запели «Ас солису артус кардида». Они обыскали нас, чтобы узнать, не спрятано ли у нас на груди какое-нибудь оружие и заставили нашего переводчика ставить свой пояс с дожом у одного из стражников у двери. Когда мы вошли, нашему переводчику велели встать у сервированного стола с кобылем молоком, а нас усадили на скамью перед женщинами. Весь дом был обвешан дорогими тканями, в середине был очаг, огонь, в котором разводились пользы в качестве топлива суки колючки, кривые древесные корни и коровий навоз. Хан сидел на кушетке, покрытой светлым, блестящим, как кожа тюленем мехом. Это был человек с плоским носом, среднего роста, примерно 45 лет, а одна из его жен, прелестная маленькая женщина, сидела рядом с ним. Также и одна из его дочерей, молодая женщина с грубыми чертами лица, сидела на кушетке возле него. Этот дом принадлежал ее матери, которая была христианкой, и теперь ее дочь стала его хозяйкой. Нас спросили, будем ли мы пить рисовое вино, или кобыли молоко, или медовую брагу, поскольку эти три хмельных напитка, они употребляют зимой. Я ответил, что мы не получаем удовольствия от них, и будем довольствоваться тем, что соизволит предложить нам хан. И перед нами поставили рисовое вино, которого я немного выпил, знак уважения. После довольно продолжительного перерыва, во время которого хан забавлялся с соколами, и другими птицами, нам приказали говорить, и преклонить колено. У хана был свой переводчик, настырианец, а нашему переводчику дали за столом так много вина, что он был совершенно пьян. Я обратился к хану со следующими словами. Мы благодарим Бога и воздаем ему хвалу за то, что по его воле мы прибыли из таких далеких уголков мира, чтобы предстать перед Будке ханом, которого он наделил таким великим могуществом. Христиане Запада, и особенно король Франции, направили нас к хану с письмом, в которых умоляют его позволить нам оставаться в его стране, поскольку наше дело учить людей закону Бога. Мы таким образом нижайше просим его высочества позволить нам остаться. У нас нет ни серебра, ни золота, ни драгоценных камней, чтобы предложить в дар, но мы отдаем себя, чтобы предложить свои услуги. Хан ответил на это следующее. Так же, как солнце испускает свои лучи повсюду, так и наша сбату власть распространяется повсюду. Поэтому нам не нужно ваше золото или серебро. Я умолял его высочество не сердиться на меня за упоминание о золоте и серебре, так как я говорил это лишь для того, чтобы подчеркнуть наше желание услужить ему. До сих пор я понимал нашего переводчика, но теперь он был пьян и не мог вымолвить ничего вразумительного, и мне показалось, что хан тоже пьян, поэтому я умолк. Затем он поднял нас, потом опять посадил, и после нескольких слов выражения любезности мы удалились. Кое-кто из секретарей и переводчиков вышли с нами и много расспрашивали о французском королевстве, особенно о том, много ли там овец, скота и лошадей, как будто они предполагали все это сделать своей собственностью. Они назначили одного из секретарей, чтобы позаботиться о нас, и мы направились к монаху Армянину, куда затем пришел переводчик и сказал, что Мунке хан позволил нам оставаться два месяца, пока не пройдут самые сильные холода. На это я ответил, Бог да убережет Мунке хана и дарует ему долгую жизнь. Мы нашли этого монаха, которого считаем святым человеком, и мы с удовольствием останемся и будем молиться вместе с ним о благополучии хана. Так, как в празднике христиане приходят ко двору и молятся за него и освящают его кубок, после которых сарацинские служители культа делают то же самое, а после них монахи-идолопоклонники, то есть буддисты, с религией которых Рубрук ранее не был знаком. Монах Сергий утверждал, что хан верит только христианам, но в этом Сергий лгал. Хан никому не верит, но все слетаются к его двору, как мухи на мед. Он дает всем, и каждый думает, что он его лучший друг, и каждый ему предсказывает процветание. Мы затем направились в свое жилище, которое нашли очень холодно, поскольку у нас не было топлива, и мы еще постились, хотя к тому времени уже наступила ночь. Но тот, кто должен был о нас заботиться, дал нам немного дров и еды, а проводник его в нашем путешествии сюда, который должен был возвращаться к Бату, выпросил у нас коврик. Его мы ему отдали, и он, он был с вером. Голод стал жестоким, и Мунге хан прислал нам меховые пальто с мехом наружу, которые мы с благодарностью приняли. Но мы объяснили, что у нас нет подходящего помещения, чтобы совершать молебен в честь хана. Наш коттедж был так мал, что мы едва могли стать в нем во весь рост, но могли бы и открыть наши книги. Не могли мы и открыть наши книги, когда зажигали огонь из-за того, что мешал дым. Хан послал узнать у монаха, будет ли ему приятно наше общество, и тот с радостью нас принял. И таким образом у нас появился дом получше. В то время, как мы отсутствовали, сам Мунге хан пришел в часовню, и была подана роскошная кровать, на которой он сел со своей императрицей за алтарем. Затем послали за нами, и стража обыскала нас на предмет припрятанного оружия. Войдя внутрь с Библией трепником под вышкой, я прежде поклонился перед алтарем, а потом поклонился Мунге хану, который велел показать наши книги ему, и спросил, что означают украшающие их миниатюры. Настарианцы ответили ему так, как считали нужным, так как своего переводчика у нас не было. Загоревшись желанием использовать псалм, а следуя нашей традиции, мы запели «Вени санкту спиритус». Затем хан ушел, а госпожа осталась, чтобы раздать подарки. Я почитал монаха Сергия как своего епископа. Во многом он поступал так, что вызывал у меня большое неодобрение, так как он соорудил себе головной убор из павлиньих перьев с маленьким золотым крестом. Но крест мне нравился. Монах, следуя моему совету, попросил позволения носить крест на конце копья, и Мунге дал разрешение носить его так, как мы сочтем подходящим. И мы шествовали с Сергием, вознося крест, который выглядел как знамя на длинном, как копье древке. И мы носили его между юртами татар, исполняя «Вексила регис продеунт», к великому сожалению мусульман, которые завидовали нашему фавору, и к зависти насрианских священников, которые видели, как выгодно он, Сергий, использовал свой крест. Под Карагоромом у Мунге был большой двор, обнесенный кирпичной стеной, как у наших настоятелей. В этом дворе стоит огромный дворец, где хан дважды в год устраивал праздники, на Пасху и летом, когда он демонстрировал все свое великолепие. Поскольку не подобало, чтобы в зале дворца вино в бутылях переносили туда-сюда, как в таверне, золотых дел мастер из Парижа, Уильям Бушье воздвиг огромное серебряное дерево, как раз с наружной стороны среднего входа в зал. У корней дерева располагались четыре серебряных льва, из которых текло настоящее коровье молоко. На четырех больших суках дерева лежали свернутые в кубок золотые змеи, которые испускали струи вина различных сортов. Дворец похож на церковь с тремя пределами и двумя рядами колонн. Хан сидел на возвышении у северной стены, где он виден всем. Пространство между ханом и серебряным деревом оставалось свободным для подходящих и уходящих виночерпиев и посыльных, которые приносят дары. По правую сторону от хана сидели мужчины, по левую – женщины. Лишь одна женщина сидела рядом с ним, но не так высоко, как он. Если не считать дворца хана, Каракарум не так красив, как город Цен-Дени. В нем две главные улицы, одна для сарацинов с их торговыми рядами, а другая для китайцев с их ремесленниками. Кроме того, есть много дворцов, где располагаются дворы ханских секретарей, а также ярмарки, где продают просы и зерно, овец и лошадей, ослов и повозки. Есть двенадцать храмов идолопоклонников, две мусульманские мечети и одна наистарианская церковь. Где-то на Страстное воскресенье хан отбыл в Каракарум только со своими малыми домами, кибитками или шатрами на повозках, а монах и мы последовали за ним. По пути нам ехать по холмистой местности, где нас атаковали сильные ветры, пронизывающий холод и обильный снегопад. Около полуночи хан послал за монахом и за нами с просьбой, чтобы мы помолились Богу и попросили его прекратить бурю, так как животные его каравана почти погибают, будучи большей частью стильными. Монах послал ему Фимиам, сказав, чтобы он поместил его на тлеющие угли в качестве жертвоприношения. Сделал ли он это или нет, я не знаю, но ветер и снегопад, продолжавшиеся два дня, прекратились. На вербное воскресенье мы были близ Каракарума, а на рассвете осветили ветки ивы, на которых все еще не было почек. Около девяти часов мы вошли в город, неся высоко крест и проходя по улице Сарацинов. Мы проследовали до церкви, где нестурианцы встретили нас в торжественной процессии. После литургии, когда уже был вечер, золотых дел мастер Уэльям Бушке пригласил нас к себе на ужин. У него была жена родом из Венгрии, и мы также встретили там Базиликуса, сына англичанина. После ужина мы ушли в свой коттедж, который, как и джесовня монаха, находился поблизости от Нессарианской церкви, довольно внушительной, красивой, с потолком, покрытым шелком, украшенным золотой вышивкой. Мы остались в городе, чтобы отпраздновать Пасху. Было очень много венгров, аланов, русичей или русских, а также грузин и армян, которые не причащались с тех пор, как попали в плен. Нессарианцы упрашивали меня провести церемонию праздника, а у меня не было ни ризы, ни алтаря. Но золотых дел мастер нашел мне ризу и оборудовал молельню на колеснице, сделав на ней, как положено, рисунки, иллюстрирующие библейские сюжеты. Он также изготовил серебряную дарохранительницу и создал изображение Пресвятой Девы Марии. До сих пор я надеялся на приезд короля Армении, ожидался и некий германский священник. Не имея никаких вестей о приезде короля и опасаясь еще одной суровой зимы, я послал узнать у хана, что он соизволит пожелать, чтобы мы остались или чтобы уехали. На другой день ко мне пришли несколько главных секретарей хана, один из них монгол, ханский веночерпи, а остальные сарацели. Эти люди от имени хана потребовали, чтобы я ответил, зачем я к ним приехал. На это я ответил, что Бату велел мне явиться к хану, которому мне нечего было сказать от имени какого-то из людей, кроме как повторять слова Господа, если он их услышал. Тогда они потребовали, чтобы я ответил, какие слова я хану говорил, думая, что я имел в виду предсказания процветания, как об этом говорили другие. Тем не менее, я сказал, Монкея говорил, что Бог дал ему многое, и что богатства, которыми он пользуется, достались ему не от идолов-буддистов. Тогда они спросили меня, не был ли я на небесах, коль скоро знаю заповеди Божьи. На следующий день вновь пришел посыль над хана, объясняя, что хан знает, что у нас нет никаких посланий для него, и что мы прибыли, чтобы молиться за него, как это делают другие священники. Но все же он желает знать, бывали ли какие-нибудь наши послы в его стране. Тогда я объявил им все, что знаю, касающийся Дэвида и монаха Эндрю. Все, что было изложено в письменном виде и передано хану. В троицын день я был призван к хану. Прежде чем я к нему вошел, сын золотых дел мастера, который был теперь моим переводчиком, сообщил мне, что монголы решили, что я должен вернуться в свою страну и посоветовал мне не возражать против этого. Когда я предстал перед ханом, я преклонил колени, а он спросил меня, говорил ли я его секретарям, что он буддист. А это я ответил, мой господин, я так не говорил. Я так и думал, что ты так не говорил, ответил он, потому что ты не должен был говорить таких слов. Затем, вытянув вперед посох и опершись на него, он проговорил, не бойся. На это я ответил, улыбаясь, что если бы боялся, то не пришел бы сюда. Мы, монголы, верим, что есть один Бог, сказал он затем, и мы принимаем его с открытым сердцем. Тогда, отвечал я, наверное, Бог даровал тебе такой образ мысли, потому что без этого дара его бы не было. Бог дал рукам разные пальцы и дал человеку много путей. Он даровал нам Писание, вы же его же придерживаетесь. Уверен, что в вашем Писании не сказано, что один человек может обвинять другого. Нет, сказал я, и я дал понять нашему Высочеству с самого начала, что я не соперничаю ни с кем. Я говорю не о тебе, сказал хан. Также в ваших Писаниях не говорите, что человек может отворачиваться от справедливости ради собственной выгоды. на это я отвечал, что пришел не корысти ради и даже отказался от того, что мне предлагали. И один из присутствующих секретарей признал, что я отказался от серебряного слитка и от резка шелка. Я говорю не об этом, сказал хан. Бог дал вам Писание, а вы его не придерживайтесь. Но нам он дал прорицатели, и мы делаем то, что они нам говорят, и живем в мире. Думаю, что он раза четыре прикладывался к своему напитку, прежде чем сказать это, в то время, как я вежливо ждал, полагая, что, может быть, он выскажется еще в пользу своей веры. Он снова заговорил. Ты пробыл здесь долго, и мне хочется, чтобы ты вернулся домой. Да и сказал, что не осмеливаешься брать с собою моего посла. Тогда, может быть, ты захватишь с собою моего посыльного или мои письма. А это я ответил, что если Хан сделает для меня понятным их содержание, представленное в письменном виде, то я с радостью приложу все силы для того, чтобы эти письма доставить. Он тогда спросил, хотел бы я получить от него золото, серебро и дорогую одежду. И я ответил, что нам не пристало иметь такие вещи, а так и без его помощи нам не выбраться отсюда. Хан заверил, что обеспечит нам это и спросил, до какого места мы хотели бы, чтобы нас доставили. Я сказал, что вполне достаточно, если бы нас проводили до Армении. Я расприжусь, чтобы тебя туда доставили, и зрек он в ответ. А дальше уж полагайся на себя самого. Два глаза даны голове, но оба они устремлены на один объект. Ты прибыл от Бату, и значит, ты должен к нему вернуться. Затем, после небольшой паузы, затумчиво добавил. Тебе предстоит длинный путь. Подкрепись едой, чтобы ты мог вынести тяготы путешествия. Затем он велел слугам налить мне напитка, после чего я удалился, расставаясь с ним навсегда. Конец книги читал Чахангир Абдулаев. 11 августа 19 года.